Всем привет! Такой вкусной курицы с картошкой я еще не пробовала. Три картошки натираю на крупной терке. Тертую картошку перекладываю в миску, заливаю холодной водой и немножечко промываю от крахмала, чтобы смыть поверхностный крахмал с картофеля. Воду можно слить, а картошку хорошо отжимаю от лишней воды. Перекладываю в большую миску. Друзья, это очень быстрый и вкусный рецепт легкого ужина. Я уверена, что такой ужин из курицы с картошкой вам очень понравится. Беру куриную грудку и нарезаю вот такими ломтиками, а затем нарезаю небольшими кусочками. Блюдо получается таким вкусным, что я сразу советую готовить двойную порцию. Нарезанную курицу отправляю в миску к картофелю, а также беру одну луковицу и меленько ее нарезаю. Друзья, а вы тоже плачете, когда нарезаете лук? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Может, у вас есть какие-то советы, чтобы слез было меньше. Добавляю лук к курице с картошкой и разбиваю одно яйцо. Мясо с картошкой солю и перчу по вкусу, а также добавляю любимые специи. Кладу пол чайной ложки приправы для курицы, а также немного паприки или сладкого красного перца. Также натру один зубчик чеснока. Можно чеснока взять побольше или вместо свежего чеснока используйте сухой чесночный порошок. Все готово, друзья! Осталось только все хорошо перемешать. Хорошенько перемешиваю картофельную массу с курицей и специями. Беру сковороду и хорошенько смазываю сливочным маслом. Вместо сливочного масла вы можете взять растительное масло. Это блюдо можно приготовить как в духовке, так и на плите. Выбирайте способ приготовления по вашему желанию. Выкладываю куриную массу с картошкой, хорошенько ее разравниваю и отправляю в духовку. Температура 180 градусов. Наше блюдо будет готово примерно через 40 минут. А пока блюдо находится в духовке, натираю 100 грамм сыра. У меня моцарелла, вы можете взять любой сыр. Через 40 минут достаем форму из духовки и посыпаем куриную лепешку сыром. Сыра не жалеете, чем больше, тем вкуснее. А также по желанию можете взять 1-2 помидора, нарезать вот такими кружочками и украсить лепешку. Получится очень похоже на пиццу. Так что, думаю, такая быстрая и простая пицца с картошкой и курицей будет очень кстати к вашему ужину или к обеду. Блюдо очень вкусное, сытное, понравится всей семье, я вам гарантирую. И как я уже говорила, вы можете приготовить это блюдо в духовке, если, например, вы на диете, или пожарьте на сковороде, если хотите, чтобы корочка получилась более золотистой, хрустящей и аппетитной. А я отправила пиццу еще буквально на 10 минут, чтобы сыр расплавился и корочка стала золотистой и хрустящей. Тем временем нарезала петрушку и все уже готово, друзья. Можем начинать пробовать. Давайте отрежем кусочек. Посмотрите, очень аппетитно выглядит. Так вкусно тянется сыр. Очень-очень вкусно и красиво получилось. И, конечно, подписывайтесь на канал Готовим Дома. Делитесь рецептом с друзьями. Меня зовут Олеся. И я буду очень рада видеть вас в моих новых вкусных видео. Желаю вам приятного аппетита, вкусной пиццы. Всего самого хорошего. Пока-пока и скоро увидимся.